Всем привет, мои дорогие подписчики. Давно мы с вами, давно я не выходил с вами на такую персональную связь. И причина, по которой я вышел на такой разговор, она достаточно серьезная. Вот, межведомственная комиссия в республике Казахстан наложила запрет на экспорт пучков. Вот, как раз-таки такая новость, она заставила меня высказаться по этому поводу. Вот, анализируя вот эту новость, я хочу сказать, нам врагов не надо. Вот, нам врагов снаружи не надо, у нас все враги, как говорится, внутри. Я сейчас объясню, почему я так критично высказываюсь. Как вы все прекрасно знаете, в этом году была засуха в Казахстане. Такая засуха, которой не было, наверное, лет 10. Вот, и, соответственно, урожай был небольшой. И по всем культурам основными, и, соответственно, по кормовым культурам. Урожай был настолько небольшой, что шли разговоры о запрете экспорта пшеницы, запрете экспорта, квотировании экспорта подсолнечника. Вот, все для того, чтобы сдержать цены на эти продукты на внутреннем рынке. А я вот хочу, чтобы вы посмотрели на эту ситуацию глазами простого фермера, который вложил в этом году на каждый гектар своей земли даже больше денег, чем он вложил в прошлом. Почему? Да потому что тупо солярка в цене выросла, тупо удобрения в цене выросли, тупо зарплаты выросли, тупо, я не знаю, средства защиты растений выросли, тупо запчасти подорожали, да. И он с этого гектара земли получил меньше урожая из-за того, что была засуха. И вроде бы как цены начали расти, и это более-менее может позволить фермеру остаться на плаву, но из-за того, что цены росли, наше государство в лице вот этих вот пассажиров, состоящих в межметрственной комиссии, они принимают решение о том, чтобы квотировать и ограничивать экспорт продуктов растеневодства. Но это в каком вот здравом уме можно вставлять палки в колеса своему родному отечественному фермеру. То же самое произошло, происходит сейчас как следствие вот этих вот всех событий, вот этот запрет. То есть мы знаем, что в республике кормов мало. Почему? Потому что засуха была. Если кормов мало, значит все поголовье мы прокормить не сможем. Значит это поголовье нужно куда-то реализовать по хорошей цене. Значит нужно реализовать его на экспорт. Но сейчас члены межведомственной комиссии говорят, нет, бычков продавать вы не сможете на экспорт. Продавайте бычков на мясокомбинат. А я вам скажу, что на мясокомбинате сейчас цена на коровняк, которого в этом году очень много вышло, 700 тенге в живом весе или полторы тысячи в мясе. А на бычков 900 тенге. А узбеки были готовы бычков принимать под 1200. Вот эти вот 300 тенге разницы, я стесняюсь спросить, это больше чем 30%. Вот кто будет возмещать это фермеру? Не надо сейчас говорить про субсидии. Субсидии это копейки, реально копейки. Да, в абсолютном выражении по всей республике это огромные цифры. Но если каждое фермерское хозяйство взять, среднее получать, там порядка 15 миллионов получает среднее хозяйство. И то это я так на скидываю. И что сейчас произойдет? То есть человек, вы будете заниматься тем, что вы производите какой-то продукт, который вы можете продать за 3 копейки. Да в жизни вы не будете. И вот задайте вопрос, будет ли фермер дальше разводить свое маточное поголовье, дальше улучшать свою генетику, если вот так одним рощерком пера, какие-то там чиновники, которые абсолютно не представляют, что происходит в сельском хозяйстве, берут и ставят запрет. Наверное нет. Сейчас все эти узбеки, все киргизы, все таджики, они поедут покупать скот в Россию. Они просто поедут покупать скот в Россию, как это уже было год назад. А что мы будем делать? А мы будем смотреть, как россияне богатеют, а мы сами, как собака на сене, сидим и смотрим на этих пучков. Пожалуйста, уважаемые члены межведомственной комиссии, подумайте еще раз, встретитесь с основными производителями, с основными заводчиками, проведите анализ. У вас там целая куча умных людей сидит. Куда мы сейчас будем девать это мясо? Мы его за 3 копейки на мясокомбинат сдадим? Ну, тогда ни у кого не будет желания ни развивать отрасль, ни еще что-то. Если бы мы знали 10 лет назад, что будут вот такие вот ограничения на экспорт, да уж поверьте, уж много бы фермеров 300 раз бы подумало о том, надо это им или не надо. Поэтому пока время еще есть, подумайте, встретьтесь, переговорите, определите квоты, в конце концов, как вы это сделали по подсолнечнику. И только после этого можно принимать какое-то решение. Всем спасибо, извиняюсь за грубость, но просто реально уже наболел.